Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами поговорим о распределении вип-консультантов. Сейчас мы с вами в кабинете вип-консультанта. По итогам прошлого периода этот вип-консультант сделал ЛО более 125 баллов. И, конечно же, он уже может пользоваться многими вип-привилегиями. С уровня вип-1 это 70% скидка на любой продукт от каталога черной цены, 50% скидка на 10 любых пробников, это суммарно пробников 50 получается, потому что их 5 видов, 50% скидка на 10 каталогов следующего периода и участие в распределении контактов заинтересованных покупателей, которые оставят свои данные на сайте shopfaberlic.com. Вот, значит, вот и сейчас мы будем здесь как раз-таки и узнавать, что же это такое. То есть первый шаг – нужно стать вип-консультантом, а второй шаг – надо подать заявку на получение контактов потенциальных клиентов в вашем личном кабинете в разделе «Личные данные настройки». Заходим в личный кабинет, ищем «Личные данные», вот они, и ищем «Настройки». То есть нажимаем три кнопочки. Что у нас тут есть? Нам нужно с вами посмотреть именно настройки. Нажимаем «Настройки» и тут вот есть такая вот штучка, да, подробнее, да. Я хочу получать контакты потенциальных консультантов, галочка. Хочу получать контакты потенциальных покупателей в населенном пункте обслуживания Киров, Кировская область, да, и хочу получать в населенном пункте «Выбрать», да. Вот, то есть вот таким вот образом, да, мы с вами выбираем. Далее, значит, галочки вот эти вот обязательно проставили. Тут же вы можете получить свой интернет-магазин, условия предоставления можете почитать. И, конечно же, обязательно нажимаем «Сохранить». Нажали «Сохранить», это мы с вами сделали. Но, внимание, получение контактов потенциальных и потребителей ограничено, либо заблокировано, не выполнены условия, не пройден тренинг. И нас отправляют пройти тренинг. Тренинг нам нужно пройти «Искусство коммуникации. Первый контакт с потенциальным консультантом». Значит, мы с вами входим, входим в тренинг-центр, вводим свой регистрационный номер, обязательно, да. Ваш регистрационный номер – это вот этот номер, да, 706-827-304. Также вводим пароль и нажимаем «Войти». Вот мы с вами зашли, и нам нужно с вами нажать «Искусство коммуникации. Первый контакт с потенциальным клиентом и консультантом». Значит, мы его проходим, и тут у нас с вами начинаются вопросы, да. Нажимаем «Подписаться», если хочется, да. И тут у нас с вами есть кнопочка «Начать курс». Мы с вами начинаем курс. Нажимаем на него и ждем, пока он у нас прогрузится. Видите, он долго прогружается, и тут нужно отвечать на вопросы, правильно или неправильно. Сто лет назад его проходило, вопросы, скорее всего, новые, поэтому будем вместе с вами упражняться. Значит, нажимаем «Начать курс», и, конечно же, перед вами знакомые вам инструменты. Актуальный каталог, прайс-лист компании, новый журнал «Страна Фоберлик» с актуальными. Откройте ежедневник, чтобы выбрать клиента для звонка. Мы с вами открываем ежедневник, да, и, конечно же, клиент Ольга, заявка на покупку продукции с сайта. Да, давайте позвоним ей. Посмотрите описание клиента на сайте, нажмите на изображение компьютера. То есть мы с вами нажимаем, позиции для заказа неизвестны, а вот он, мобильный телефон. Да, то есть давайте с вами будем, посмотрим описание клиента на сайте. И второе, значит, нам задают вопрос. Планы вашего дня быстро поменялись из-за непредвиденных обстоятельств. Вы задумались, как же успеть позвонить клиенту? Выберите верный вариант ответа. Тщательно подготовьтесь к звонку, имея ряд важных инструментов под рукой и заручившись хорошим настроением. Спонтанно, как только появится хорошее настроение. Обстоятельства бывают разные. Звонить на при любой возможности. Ну, во-первых, звонить надо, чтобы учесть часовую зону клиента. И обязательно нужно не только хорошим настроением заручиться, но и понимать, что звонки, допустим, в 8 часов в 9 вечера могут разбудить детей клиента. Так ведь? И все такое прочее. Поэтому мы с вами обязательно выбираем верный ответ и нажимаем продолжить. Сегодня у нас насыщенный день. Выберите место, откуда вы совершите звонок клиенту. Конечно же, из дома. Обязательно из дома, потому что там тишина, где можно свободно провести время и сконцентрироваться на звонке. И нам должно быть удобно сидеть и записывать. Далее мы нажимаем продолжить. И, конечно же, мы выбираем день. Не совсем так. Значит, утро и вечер. Ну, значит, утро или вечер. Ну, может быть. Да, но я обычно звоню, вот видите, днем. Да, то есть мы звоним ему. Здравствуйте, Ольга, это консультант компании Фаберлик. Вы хотели что-то заказать на нашем сайте. Добрый день, я могу пригласить к телефону Ольга. Ольга, меня зовут Ирина, я консультант компании Фаберлик. Вы оставили. Вот это вот будет верно. Отличное начало беседы. Продолжаем. Выберите вариант продолжения беседы. Ольга, вы заказали. Вам сейчас удобно разговаривать. Вы можете уделить мне время на разговор? Скорее всего, вот это. Да, не совсем верно. Следующим этапом нужно поинтересоваться, удобно ли клиенту сейчас говорить. Ну, хорошо. Я бы захотела заказать крем. Я уверена, что все продукты вам прекрасно подойдут. А что вас беспокоит? Давайте вместе обсудим выбор косметики. Какая у вас кожа? Верно. Продолжаем. Значит, вообще-то меня беспокоит, подойдет ли мне этот крем. А для меня, у меня молодая кожа, склонная к жирности. А что вас беспокоит? Действительно, крем Реноваш лучше всего подойдет для кожи, имеющей возрастные изменения. Я могу вам посоветовать серию Эксперт. Вот, скорее всего, вот это. Потому что, на самом деле, Реноваш – это серия 50+. Далее, значит, вы определились с кремом для вашей кожи. Могу я порекомендовать вам декоративную косметику. Вот, скорее всего, вот. Да, то есть, далее нажимаем «Продолжить». Меня интересует тональный крем для лица, но я затрудняюсь выбрать оттенок по каталогу. У вас светлая или темная кожа? В этом случае я предлагаю встретиться и подобрать для вас идеальный оттенок тонального крема. Я как раз навстречу принесу ваш заказ крема, который вы выбрали. Как вы думаете? Вот, скорее всего, этот. «Продолжить». Выберите вариант продолжения беседы. Давайте встретимся на днях. Я подберу вам средства. Ольга, мы подобрали для вас именно те косметические средства, которые вы ищете. Я предлагаю вам встретиться, когда вам будет удобно. Отлично. То, что вам подсказывает интуиция, если вы что-то неправильно где-то ответили, не расстраивайтесь, тренинг можно пройти еще раз. Выберите вариант продолжения. Замечательно. Ольга, благодарю вас за общение. Вот это, конечно, да. До свидания. Отлично. Продолжить. Значит, итак, ваш звонок к ленту состоялся. Посмотрите, все ли верные реплики диалога. Да, то есть мы смотрим, продолжаем. Далее, значит, консультант. Да, то же самое. Смотрим описание. Назад. Позвоним клиенту. Выберите вариант для начала беседы. Добрый день, Виктория. Меня зовут Инна. Я консультант компании «Фоберлик». Вот это. Нажимаем «Продолжить». Я получила информацию о том, что вы хотите стать консультантом нашей компании. Поэтому хотела пригласить вас на встречу и так далее. Продолжаем. Верно, еще вчера я думала об этом. Я готова ответить на ваши вопросы касательно, да, то есть деловой подход. Правильно. Я понимаю, я подумаю, но вряд ли справлюсь. У меня много дел на основной работе. Правильно ли я вас поняла, что вы сомневаетесь в том, что сможете успеть. Могу ли я поинтересоваться, а как подходит, проходит обычно ваш день. Далее. У меня много дел в офисе, а вечером нужно многое делать по дому. Я согласна, современный ритм и так далее. То есть сначала соглашаемся. Да, на любое возражение мы сначала соглашаемся, а потом уже приводим свои доводы. Расскажите, как можно все успевать. Да, это просто навык. Главное иметь при себе всегда наш каталог и хорошее настроение. Вы работаете в офисе, скорее всего, у вас знакомый к коллективе. Ну, вот это вот, да, скорее всего. Замечательное. Так, расскажите, как можно все успевать. Наверняка у вас есть не только коллеги по работе, но и подруги. Согласитесь, совсем не трудно во время перерыва показать вашим знакомым наш каталог и рассказать о ваших любимых косметических средствах. Отлично. Продолжаем. Конечно, Виктория, я предлагаю встретиться, обсудить подробнее, как стать консультантом. Отлично. Цель достигнута. Продолжить. Все хорошо. Да, то есть и последнее. Это рекомендация. Позвонить клиенту. Опять-таки, тут учат. Выберите вариант для начала беседы. Ну, вот, скорее всего, вот этот. Очень хорошо. Продолжаем. Юлия получила информацию. Может, так, в марке Фоберлик. Конечно, да, тренинг новый. Приходится все перечитывать прямо в живом режиме. А что вас интересует? Уходим. Так, так. Юлия, я хотела бы вам рассказать о нашей предлоге. Так, вам с удовольствием отвечу. Скорее всего, верно будет это. Так, далее. Расскажите, пожалуйста, какие виды помады у вас есть. Приглашаю вас зайти на сайт ознакомиться. Самые разные. Я могу привести для вас каталог. В каталоге есть большой. Это блески, стики, кара. Вот этот. Продолжаем. Выберите вариант продолжения беседы при личной встрече. Юлия, я уверена, отлично, что этот блеск мы выбрали. Вам понравится, и вы снова закажете такой же. Какие ароматы вы предпочитаете? Скорее всего, это. Продолжить. Отличный выбор. Это очень хороший парфюм. Вы уже так много заказали, а вы не думали стать самой консультантом, как я. Вот, наверное, этот. Не теряйтесь, продолжайте предлагать свои услуги. Ага, мимо. Стать консультантом может каждый. Смысл в том, что вы покупаете любимые продукты. Отлично, продолжаем. Зря вы так думаете. Почему это не так сложно? У меня же, вы сомневаетесь. Наверное, я не рассказала вам все нюансы, чтобы вы убедились. Вот это. Отлично. Продолжить. Думаю, вы правы. Это действительно отличный шанс дополнительного дохода. Конечно, вы всегда можете обратиться ко мне за советом. Верно. Станьте наставником. Вот нам советуют. Ну и все. Продолжить. Вот, в принципе, поздравляем. Вы выполнили все запланированные дела. Предлагаем вам сохранить, да, скачать памятку. То есть, что-то тут за памятка. Пожалуйста, обязательно сохраняйте, если вам хочется, да. И нажимаем продолжить. Да, тут нас учат, что нам делать нужно. И это верно. Обязательно уверенность. Так, ваш консультант мне передала. Елена, вам удобно говорить. Да, а что вы хотели? Продолжить. Я получила информацию о том, что вам, может быть, можно продолжить. Вы могли бы сегодня продолжить. Вот этот тренинг я уже проходила один разочек. Так, баллы за каждую верно выбранную реплику. Так, набирать надо 8 баллов. В назначенное время вы пришли в кафе. Позвонили Ксении и так далее. Да, вопрос 1 из 11. Ксения, добрый вечер. Я вам помешала. Так, здравствуйте, девушки. Могу присоединиться к вашей беседе. Так, продолжить. Вопрос 2. Девушки, у меня с собой каталог продукции. Я предлагаю всем его посмотреть. Я представитель. Да, вот обязательно нужно представиться. Так. Так. Продолжить. Вопрос 3. Цены у нас совсем небольшие. Можно позволить себе сразу несколько позиций. Посмотрите раздел декоративной косметики. Там много интересного. Вот, скорее всего, вот это. 3. Так. Ксения, если я вас правильно поняла, то вы сталкиваетесь с сухостью кожи. Вот, продолжить. 4 балла. Так, почему вы хотите взять и декоративную косметику? Зря. У нас очень качественные тени. Ксения правильно поняла, что вы не можете определиться с оттенком теней. Ну, конечно же, это. Далее. Я не знаю, как это будет выглядеть на мне, да. Обычно я беру золотистые тени, а эти, на мой взгляд, слишком коричневые. Я точно знаю, как смотрятся эти тени. Они дают легкие, да. То есть, консультировать, продолжить. Седьмой. Оксана, что вы думаете по поводу нашей продукции? У нас в ассортименте не только косметика, парфюмерия, но и товары для дома. Вот, скорее всего, да, продолжить. Ага. Прочитали. Я уверена, что вы не разочаруетесь. Когда вам, как видите, у нас очень широкий. Вот. Восемь. Так, вы не совсем правы. Это дополнительный. Вот, никогда нельзя спорить. Соглашусь, что у многих консультантов есть, естественно, вот это вот. Угу. Главное соглашаться. Так. Никогда не надо нет вставить в начале. Конечно, нужно будет захватить каталог с собой на работу или встречу с друзьями. Вот этот. Десять. Ну, и последний, я так понимаю, вопрос. Давайте я подробно расскажу о том, как стать вашим консультантом. Какие привилегии? Отлично. Конечно же, это. Вы набрали 11 баллов. Вы дали отличную аргументацию. Вы завершили обучение по курсу. Закройте данное окно в правом верхнем углу. Сертификат курса доступен в личном кабинете тренинг-центра. Итак, все. Мы с вами завершили. Нажимаем, как нас учат. Закрыли. И тут где-то есть личный кабинет тренинг-центра. Так, смотрим, смотрим. Наверное, журнал оценок. Мы закончили курс. А вот распечатать сертификат. Ну что ж, мы получили сертификат. Можно его сохранить. Сохранить изображение как. И сертификат тренинг. Переименуем. Тренинг сертификат. Сертификат. И нажмем сохранить. Вот такой вот радостный. Тадам-тадам. Да, и, конечно же, сейчас мы с вами, раз мы это все прошли, то мы перезагружаем страничку. У нас эта штучка должна исчезнуть. Пожалуйста, штучка исчезла. И теперь мы с вами участвуем в вип-распределении. Смотрите. Если вы не хотите, чтобы вам делали заказы, то нужно обязательно убрать галочки. Тут очень-очень обязательно. Значит, смотрите. Есть такая штучка. Я хочу получать контакты потенциальных консультантов только для вип-консультантов. Я хочу получать контакты потенциальных потребителей. Да, вот если вы не отработаете заявку из, как вам даже сказать, вам приходит заявочка в раздел «Моя структура», и вы должны ее в течение суток принять или отклонить. Если вы куда-то уезжаете, обязательно убирайте вот эту галочку. Нажимайте обязательно «Сохранить». Потому что у нас с вами в разделе «Моя структура» есть партнерская программа. Ее сейчас тут нет. Я сейчас зайду в свой кабинет. То есть давайте я зайду в свой личный кабинет, нажму раздел «Моя структура», и мы с вами посмотрим распределение вип-консультантов. Да, вот буквально недавно под меня зарегистрировался человек. Заявка на заказ на вип-контакты. Да, то есть она вот, видите, она у меня отменена, потому что когда я позвонила этой женщине, она оказалась уже зарегистрированная. Я ее отменила. Да, вот. Далее, значит, заявка передана. Почему передана? Потому что я ее тоже отменила. Человек уже зарегистрирован в компании. То есть бывают такие заявочки. Поэтому, чтобы у вас не было проблем с этим делом, чтобы под вас только компания регистрировала людей, вы можете убрать вот эту вот галочку. Так, минуточку. То есть вы можете убрать вот эту вот галочку, так, минуточку. И в разделе «Партнерская программа» у вас уже не будут приходить заявки на заказ. Но по идее, если вам пришли заявки на заказ, вы можете принять эту заявочку, позвонить человеку и предложить регистрацию и подарки. Если же человек не согласен со скидкой с регистрацией с подарками, только после этого звоночка вы можете уже отменить и отклонить заявочку. Я, по идее, убираю эти галочки только тогда, когда я уезжаю. Да, то есть это нужно обязательно понимать, что вас заблокируют, если вы не будете вовремя с людьми работать. Это, конечно же, так. Далее смотрим, что мы еще можем сделать. То есть вот распределение вип-консультантов. Тут у меня указано все, что нужно. И почта, и все, и все. И, значит, вот этот номерочек мы с вами просто находим через раздел «Моя структура». Нажимаем детальный обзор по всем консультантам структуры, нажимаем номер консультанта и нажимаем «Применить фильтры». Этот человек у нас находится, и мы с вами смотрим, приходят ли ему письма. Ну, я обычно письма все рассылаю, всегда знакомлюсь, высылаю что-то об акциях, о подарках и так далее, и так далее. И, да, обязательно об этом человеке можно посмотреть информацию, да, то есть человек проживает в поселке в Майо, да, то есть и это очень удобно. Также этого человека можно добавить друзья, примет она, не примет, да, и так далее, и так далее. То есть нужно обязательно всех отрабатывать и обязательно звонить человеку, обязательно с ним знакомиться, писать ему на почту, найти его через Вайбер, Ватсап, Телеграм, если он не берет трубочку, может быть, что-то еще. То есть, ну, вот, в принципе, и все, что я вам хотела рассказать. Я желаю вам удачи, роста, везения, во всем вдохновения. И, конечно же, в разделе «Акции и программы», в разделе «Консультантам», когда вы пройдете в ВИП-программу, я вас прошу подсчитать привилегии второго уровня, третьего, четвертого. Также есть, у нас очень огромное количество людей с четвертым уровнем, и тут уже мы можем брать продукцию по ценам следующего периода, и это тоже круто, да, то есть, также вы можете тут скачать вот такую вот штучку, да, такой вот, как даже сказать, да, картинку, и эту картинку куда-то рассылать по соцсетям. Ну что ж, дорогие коллеги, желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения. С вами была Конанова Аня и интернет-проект «Фиберлик Онлайн». «Фиберлик Онлайн»